Здравствуйте! Сегодня суббота, 28 октября, на часах 20.30. С вами в студии Алина Штоколова. Мои коллеги и я готовы рассказать обо всех важных и интересных событиях к этой минуте. Сейчас коротко главные темы выпуска. Пожар в центре Красноярска. Сегодня утром загорелся кабинет детской поликлиники на Марковского. Как ликвидировали возгорание в больнице? 300 борцов со всего мира собрались в Красноярске на международный юношеский турнир на призы Бувайсара Сайтива. Как прошел первый день? Питомцам Роева ручья, белым мишкам Аврори и Феликсу обустраивают новую трехкомнатную берлогу. Почему им необходимо расширение жилплощади? Пожар в одной из детских поликлиник Красноярска произошел на улице Марковского. Пациентов, к счастью, в здании в этот момент не было. На работе находились дежурный врач, медсестра и сторож. Когда сработала пожарная сигнализация, сторож оперативно осмотрел все помещения. Коридор был сильно задымлен. Спасатели прибыли уже через несколько минут после сигнала, а через 20 минут пожар ликвидировали. В тушении участвовали 24 человека и 7 единиц техники. По словам работников МЧС, причиной стало короткое замыкание проводки холодильника в лаборатории поликлиники. Сейчас в происшествии разбирается дознаватель. Здесь людей не было, детей не было, мам детей не было. Эвакуировали врача, медсестру и сторож. В понедельник вы откроетесь? Не знаю, сейчас посмотрим. Скорее всего, лаборатория не будет открыта. А детей вы будете принимать? Я думаю, что будем. Города и районы края помогут с подготовкой Красноярской универсиады. Какой вклад могут внести муниципалитеты, обсудили на выездном совещании депутаты законодательного собрания, главы Железногорска, Сосновоборска, Березовского, Емельяновского, Манского и других районов. Они осмотрели спортивные объекты, которые строятся к студенческим играм, в том числе тренировочный комплекс Академии зимних видов спорта. Как рассказали представители Девногорска и Сухобузенского района, их территории могут предложить гостям универсиады интересные экскурсии. Другие районы готовы предоставить волонтеров и творческие коллективы для организации культурной программы. Кроме того, как отметил депутат законодательного собрания края Павел Ростовцев, за два месяца до универсиады дирекция студенческих игр должна нанять временный персонал для выполнения большого объема работ. Искать этих людей будут в том числе в городах и районах края. Это, с одной стороны, возможности для наших коллег, с другой стороны, не просто трудоустроиться, но и повысить свои компетенции, потому что подготовка персонала будет сопровождаться их обучением, что тоже очень важно. Сегодня, я думаю, любое муниципальное образование заинтересовано в повышении квалификации своих работников. Международный турнир по вольной борьбе на призы Бувайсара Сайтеева стартовал в Красноярске. Престижные соревнования проходят уже в 13-й раз. На них приехали более 200 юных спортсменов из России, Киргизии, Таджикистана и Казахстана. За первыми поединками наблюдал Сергей Сославин. Ему слово. На ковре меряются силой и мастерством будущие чемпионы. Пока это еще совсем мальчишки, участникам всего по 13-15 лет. Но судьи и тренеры уверены, именно на этих состязаниях, организованных Бувайсаром Сайтеевым, закаляются характеры. Цели и задачи другие. Потому что старшее возрасте уже идет, как на Ирыгинском, отбор сборной команды страны, отбор на чемпионат Европы. А здесь у нас идет подготовка резерва, просмотр резерва. Прогнозы делать в детском возрасте нельзя. Если по взрослому все конкретно. Вот это чемпион того, а это чемпион вот этого. А дети, они дети, они есть дети. Турнир уже стал традиционным. К нему готовятся заранее, оттачивают приемы борьбы с противниками из разных школ. Тем более, что у каждой страны участницы есть свои секреты. Кроме хозяев соревнований, здесь выступают спортсмены из Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана. Организаторы говорят, что в этом году иностранцев приехало больше обычного. Турнир по вольной борьбе на призы Бувайсара Сайтеева в 2005 году начинался как районные соревнования. Буквально за пару лет они получили статус международных. В 2008 году схватки впервые прошли во Дворце спорта имени Ивана Ирыгина. Сейчас он находится на реконструкции, поэтому состязание перенесли на поле крытого футбольного манежа. Несмотря на это, независимые наблюдатели отмечают высокий уровень организации турнира. Зал, уровень подготовки участников, квалификация судей – все соответствует соревнованиям мирового уровня. Конец календарного года, где основные спортсмены наборолись и на чемпионатах Европы, и на чемпионатах мира. А это уже подведение итогов года. И практически здесь возможность побороться тем спортсменам, которые в течение года не почувствовали международного опыта, не набрались. А все-таки для базы взрослой борьбы, юниорской, в которую потом окунуться, это как раз турнир такой, чтобы ребята могли почувствовать окунуться в международный стиль. Международный турнир по вольной борьбе продлится два дня. Завтра поединки начнутся в 11 утра. Поболеть за спортсменов могут всежелающие. Вход на стадион бесплатный. Сергей Сеславин, Алексей Овсянников. Новости. Открыть турнир решили очень необычно. Главным украшением церемонии стал танцевальный батл между ансамблем «Танца Сибири» и коллективом «Войнах» из Чечни. Подобное представление в Красноярске зрители увидели впервые. И мы предлагаем вам посмотреть один из самых зрелищных моментов. Аплессиональная импровизация. Поддержим! Аплессиональная импа «Танца Сибири» troublesome. Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири и государственный ансамбль национального танца Чеченской Республики. Война! Ваши аплодисменты! У белой медведицы Авроры, которая живет в Роевом ручье, появилась просторная берлога. Ее построили по соседству с основным вольером на случай, если подозрения работников зоопарка подтвердятся и медведица действительно окажется беременной. Внутри берлога похожа на ту, которую животные строят в природе. В ней три комнаты, в каждой поддерживается своя температура. А чтобы следить за состоянием Авроры и будущего медвежонка, установлены две камеры видеонаблюдения. Как рассказали в зоопарке, проверить действительно ли у Авроры и медведя Феликса будет пополнение невозможно. Для этого медведесу придется обездвижить, а это может навредить плоду. Если Аврора действительно беременна, это будет первый белый медвежонок, рожденный в Роевом ручье. Пополнение ждут этой зимой. Эта берлога все как по правилам медвежьего родильного дома. Дело в том, что на острове Врангеля, где большинство белых медведей строят берлоги для того, чтобы произвести на свет потомство, берлоги трехкомнатные, разноуровневые. В каждой комнате своя температура для того, чтобы медведица могла перемещаться из комнаты в комнату. У нас тоже берлога трехкомнатная, установлены теплофоны, где мы можем снаружи регулировать температуру, установлены датчики. А пока красноярцы могут понаблюдать за медвежьей парой. Для посетителей парка флоры и фауны устраивают показательные кормления. Феликса и Аврору, например, угощают форелью и свининой, которая заменяет им жирных тюленей. Причем в день каждый хищник съедает около 2,5 килограммов рыбы и до 10 килограммов мяса. Посмотреть график кормления медведей, птиц, тигров, росомах и других животных можно на сайте зоопарка. Также посетители Роева ручья сегодня смогли сфотографироваться с совами, бородатой неясытью мыхом и птенцом ушастой совы Дусей. И узнать интересные факты об этих хищных птицах. Специалисты, например, рассказали, что у сов очень большие уши, закрытые перьями. А голову они могут поворачивать на 270 градусов и запрокидывать на 180. Мастер из деревни Петропавловка плетет мебель, корзины, люльки и даже корсеты. А материал для своих работ выращивает на местных полях. Мышительная плантация лозы курагинского ремесленника признана самой крупной в Сибири. Подробности расскажет Ольга Максюшина. Вот вы сейчас видите, вот она вот так вот расставлена. Это тоже не случайно все. Это все входит в процесс переработки прута. Материала для своих будущих работ ремесленник Петр Петрушенко в этом году заготовил достаточно. Количество прутов не сосчитать. Мастер высаживает самую крупную плантацию лозы в Сибири – около пяти гектаров. Чтобы вырастить сырье отличного качества для плетения, приходится потрудиться. Такая лоза сама по себе не растет. Та лоза, которая растет по берегам рек, она здесь, в нашем регионе, малопригодна для плетения. Она довольно хрупкая, довольно ветвистая. Поэтому, естественно, что за такой лозой требуется уход. Уход достаточно сложный. Она, пожалуй, как за огородом надо ухаживать. При посадке необходимо прополка, необходимо следить, чтобы она не засохла и сорняки не задавили. Посадочный материал мастер завозил из Европы, Прибалтики и Украины. Сейчас культивируют три сорта. Те, что отлично себя чувствуют в таежной местности. После сбора урожая приходится всей семьей обрабатывать сырье. Даже привлекают дополнительные рабочие руки. Мы сортируем лозу, подготавливаем ее пар. Сортируем на размеры, чтобы удобно было ловиться. Например, вот очень длинные, два с половиной метра. И маленькие. Сортируем на несколько размеров. Заготовкой посадочного материала занимаются дети ремесленника. С ответственным заданием справляются отлично. Ведь от качества черенков зависит его приживаемость после посадки. Урожайность и долговечность. Сейчас мы готовим черенки для посадки. Обрезаем их по 40 сантиметров. Такие, чтобы были толщиной, примерно с карандаш. Чтобы потом хорошо прижились. Почти в любых условиях. Умелец уверен. Лоза переживает второе рождение. В 90-х годах об этом ремесле и экологически чистом материале просто позабыли. А спрос на плетеные корзины был всегда. Сейчас особой популярностью пользуются люльки и креативные дизайнерские вещи. Особо люблю дизайнерские вещи. Часто мне бывает заказывают там туннель для кролика, например. Или, скажем, домик для кошечки. А кошечка весом 25 килограмм. Или заказывают там, например, корсет. Вот в частности вот такой вот корсет. Это я для своей дочери сплел. Сейчас на волне общего интереса к всему экологичному, к всему чистому. Достаточно мало осталось, наверное, я не знаю, не могу сказать. Сейчас возрождается интерес к этому ремеслу и вообще к материалу. Заказы Петр Петрушенко принимает от Калининграда до Владивостока. Плел колыбельки для новорожденных в Израиль и Германию. Умелец уверен, на лозу всегда будет спрос. Важно, чтобы это было сделано просто и качественно. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.